здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я делаю знаменитый незабываемо вкусный очень эффектный торт шарлотта делать я его буду в своем варианте внутри я буду делать шоколадные коржи также я его буду делать без желатина торт праздничный и на вид и по вкусу получается торт очень эффектный и внешне и в разрезе несмотря на весь свой внешний вид готовится он очень просто и быстро торт этот подойдет в качестве десерта к любому праздничному столу после обильного застолья когда хочется чего-то очень легкого нежного он на вкус буквально невесомый если можно так сказать и так приготовим сначала шоколадный корж 110 грамм муки 20 грамм какао-порошка 5 грамм разрыхлителя все это я просто перемешиваю и отставляю пока в сторону шоколадный корж я буду замешивать даже без какого либо миксера обычным просто венчиком 2 яйца среднего размера щепотка соли 8 грамм ванильного сахара или ванильного экстракта можете добавлять 80 грамм сахара все это просто перемешиваю ничего здесь взбивать не нужно корж будет равномерным влажным и очень неприхотливый этот корж сейчас добавляю туда 50 грамм растительного масла без запаха и 50 миллилитров молока комнатной температуры ни в коем случае не холодного все это просто перемешиваю на данном этапе растворится сахар то есть все это делается элементарно просто и быстро просеиваю туда всю сухую смесь духовка у меня уже разогрета на 170 градусов цельсия если вы захотите выпекать этот бисквит в круглой форме его можно выпечь также форме 24 сантиметра в диаметре у меня здесь форма 28 на 18 сантиметров выливаю сейчас все тесто выпекается он очень быстро минут 20 вот в моей духовке при 170 градусов цельсия на среднем уровне духовку во время выпечки конечно же мы не открываем тесто здесь достаточно она поднимется и мне еще удастся его разрезать на два коржа и так здесь у меня шесть яиц среднего размера весом без скорлупы примерно по 50 грамм 8 грамм ванильного сахара щепотка соли взбиваю сейчас все это до однородности приготовлю очень быстрый рулет порциями добавляю туда 140 грамм сахара и взбиваю сейчас минут пять шесть всю эту массу это с моим миксером смотрите по мощности вашего миксера у меня 300 ватт 60 миллилитров молока комнатной температуры и 50 грамм растительного масла без запаха просто перемешиваю ничего долго не взбиваю миксер нам здесь уже больше не понадобится просеиваю туда 110 грамм муки и 3 грамма разрыхлителя и перемешиваю сейчас очень аккуратно венчиком чтобы не осадить яичную массу противень у меня здесь стандартный 42 на 32 сантиметра выливаю туда всю бисквитную массу это шифоновый бисквит рулет будет шифоновый очень нежный очень вкусный выпекаю в предварительно разогретой духовке примерно 20 минут при температуре 170 градусов цельсия сразу же ничего здесь не жду переворачиваю его на пергамент и уже начинаю с ним работать если вы хотите чтобы у вас поверхность была идеально ровная чтобы при сворачивании не был никаких трещин ему нужно во первых дать немножко полежать хотя бы минут десять я здесь в горячем виде его сразу сворачивать шифоновый бисквит он у вас и через десять минут еще в не до конца остывшем таком виде свернется и лучше тогда разделять яйца на желтки и белки когда вы будете взбивать всю эту массу на бисквит это я знаю уже из опыта я делаю быстрый вариант здесь потребуется 300 грамм малинового джема либо же приготовленной смеси малиновой или клубничной вы можете брать или же вишневую то есть нужен тот продукт который даст яркий цвет приготовление рулета я использую именно рецепт шифонового бисквита а не классического потому что на мой взгляд шифоновый бисквит рулете гораздо вкуснее нежнее и сочнее получается то есть он очень вкусный то что у него какие-то здесь погрешности были в сворачивании они все закроются сейчас вот этот ягодный наполнитель какого бы вкуса вы его не брали будь то малина вишня клубника обязательно ее нужно брать кислую эту ягоду то есть вот этот наполнитель ягодный должен быть кислым ни в коем случае не приторным и не сладким ссылку на то как приготовить ягодную малиновую начинку на крахмале с минимальным количеством сахара я вам оставлю на тот торт в описании к данному видео миска здесь у меня 21 сантиметр в диаметре в широкой ее части и 12 сантиметров в высоту на другие рулеты также я вам дам ссылки в описании к данному видео у меня не один такой рулет на канале есть может быть захотите даже торнадо приготовить шоколадный рулет туда то есть это тоже можно сделать и шоколадом наполните шоколадную полностью сделать эту шарлотту то есть все на ваше усмотрение примерно по полтора сантиметра я нарезал то есть толстыми эти рулетики нарезать не нужно иначе вам просто их не хватит здесь разрезаю уже на половинке и укладываю именно у основания сейчас заготовку я убираю в холодильник и дальше начинаю работать шоколадным коржом шоколадный корж у меня уже полностью остыл после выпекания я его извлекаю сейчас из формы как я уже сказал корж очень неприхотливым получается я его разрежу на два тонких коржа нарезается он превосходно главное дать ему полностью остыть сейчас я вырезаю у него один корж примерно 18 сантиметров в диаметре любую миску здесь можете брать чтобы сделать вот это основание следующий теперь шаг у меня идет 16 сантиметров вот эта крышка далее вырубая еще два коржика примерно по 10 и 8 сантиметров тут уже из половинок но ничего страшного они все равно будут смотреться очень хорошо в начинке тоже начинку у нас идет на конус уже можно собирать в принципе торт с ними обрезки у нас что остались мы их измельчим в крошку и посыпем низ тортика 300 грамм холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30 процентов 120 грамм сахарной пудры и 16 грамм ванильного сахара 300 грамм творожно сливочного сыра и 250 грамм сыра маскарпоне готовлю такой быстрый очень сливочный крем сырный вы можете здесь и любой заварной крем использовать я вам ссылочки конечно же оставлю в описании к данному видео если вы хотите что-то более бюджетное вот с таким сливочно-сырным кремом необыкновенно вкусный получается тортик используя здесь замороженную малину мне потребуется примерно 250-300 грамм малины то есть все на ваше усмотрение как вы любите сильно здесь малиной тоже увлекаться не нужно чтобы торт не был просто кислым я беру замороженную малину и прям в мороженом видео и туда добавляю часто задают в комментариях вопрос они испортятся или малины в торте не испортится даже если она у вас в холодильнике сутки простоит не испортится с вечера заранее вы можете приготовить этот торт и на следующий день он как раз пропитается и будет идеально вкусным и свежим теперь выкладываю все свои шоколадные коржи туда делается торт очень просто никаких здесь сверх приспособления не нужно каких-то заморских ингредиентов тоже не нужно вы можете еще раз повторяю использовать любой заварной крем туда я вам ссылки оставлю в описании даже на крем в котором не используется в заварном яйца то есть бюджетный очень крем все это покрываю сейчас пищевой пленкой и убираю на ночь в холодильник минимум на 4 часа нужно убрать я убирал на ночь у меня прошла ночь я достаю свой тортик он уже очень хорошо пропитался он очень сочный получается выкладываю на подложку сразу его вот так идеально отстает от пищевой пленки весь этот бисквитный слой обрезки я измельчаю и посыпаю ими тортик снизу и вот такой нарядный тортик можно приготовить на рождество на новый год прекрасный у меня получился очень эффектно и необыкновенно просто вкусный готовится очень просто быстро если вы не любите шоколадные бисквиты внутри вы можете ванильный любой бисквит использовать ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео и также ссылку на приготовление малинового слоя я оставлю вам в описании к данному видео в инфобоксе и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео